Телеканал КРТ представляет СБУ, антикоррупционный орган То есть параллельная система правоохранных органов Да, параллельно первой такой ласточкой было Национальное антикоррупционное бюро, оно же НАБУ, с детективами Почему-то им не понравилось украинское слово «слідчий» или русское слово «следователь» Они думают, что если они назовут себя детективами, то они сразу станут умнее Да, подождите, Дмитрий, там долгая история Был принят, соответственно, закон, продавлен про это Национальное антикоррупционное бюро И бессменный лидер был назначенный Артем Сытник Он человек, как бы, очень уважаемый, поскольку, как истинный украинский борец с коррупцией, сам является коррупционером Да, вот Дивная ситуация, но действительно, это факт, что в реестре коррупционеров, официйных Наверное, есть такой реестр, чтобы, я так понимаю, без участия в этом реестре не рассматривают, думаю, еще кандидатуру Знаешь, как говорится, если ты хочешь раскрыть преступление, думай как преступник Поэтому Сытник решил раскрывать коррупционное преступление, сам будучи коррупционером Вот, так вот, этот господин ничего не показал за пять лет своей работы, а сам вляпался в коррупционный скандал Однако, у нас есть такие европейско-американские стандарты, поскольку НАБУ является органом силовым И для того, чтобы силовые органы не беспределили, осуществляется в цивилизованных странах так называемый гражданский контроль То бишь, при силовых органах создаются из общественных активистов определенные структуры, которые имеют функции специфического надзора Закон Украины про национальное антикоррупционное бюро утверждает, что необходимо создать Раду громадского контроля Вот так вот она называется, Совет общественного контроля И, поскольку это орган независимый, то порядок формирования этого общественного контроля Совета определяет президент Ну, независимый же орган, правильно? Вот, и президент Порошенко, конечно, определил своим указом Тогда его глава администрации Ложкин разработал, как будет избираться этот Совет контроля Ложкина-Билкин Рейтинговым интернет-голосованием И все Что такое рейтинговый интернет-голосованием? Какие способы защиты этого голосования? А если захотят проголосовать люди, у которых нет доступа к смартфону Я понимаю, что диджитализация в полуколониальной стране третьего мира – это хорошо То есть нет Законодательство было написано настолько зыбко и вяло, что когда люди начали участвовать в этих выборах, мы поняли, почему это произошло И вот приходит новость, что избрана новая рада вот этого громадского контроля Но посмотрите, в принципе, даже там, в НАБУ, при формировании Громадской Рады, возможны фальсификации Ну это, я считаю, что это просто дно и нонсенс Старая песенка есть, в мутных водах беспредела рыба-карась ловится легко Поэтому, да, действительно, мы должны еще объяснить цели этого Совета общественного контроля Он заслушивает отчеты НАБУ и может задать, соответственно, ему вопросы Ребята, на что вы тратите наши деньги? Он делегирует своих людей в дисциплинарные комиссии НАБУ То есть, когда очередной детектив упорит в какую-то глупость и дело развалится в суде То есть, члены общественного контроля могут поставить вопрос об его увольнении И выполняет много других функций гражданского общества Но мы с вами, и вот наши друзья, не относятся к тому правильному гражданскому обществу Поскольку победителями объявлены были, сейчас мы быстро скажем Это Геодемократично Сокыра Ну, мы знаем, кому принадлежит эта Гео-Чекийская демократичная Сокыра И какой-то там Гео-Сороритас, Гео-Астартес Что-то испанское Ну, Сороритас, может, это от Соросы Я не знаю Потом, рух ветеранів Украины, кстати, от него Карась прошел Карась знатный ветеран и его боевые розовые панталоны Как бы он, наверное, ветеран осваивания денег бюджетных Не знаю, что он ветеран И Гео-Ветеранское братство Вы слышали, чтобы эти структуры, кроме погромов или одобрямся властям Кого-то, блин, защищали, каких-то коррупционеров лобили? Ну, я не слышал Согласно закону, законодательству, этот орган Рада национального контроля Состоит из 15 человек И выборы были сделаны так, чтобы эти 15 человек Вот чисто вот это, называемый, Соросовский чекистский пул Вот именно туда попал Чтобы никакая мышь из реального гражданского общества туда не проскочила И не смогла проточить систему вот этой круговой поруки И бездарей дармоедов и бездельников из Национального антикоррупционного бюро И вот сейчас прошу студию выдавать на экран как раз вот эти IP-адресы Мы сейчас видим, что они из одного пулу IP-адрес Номера телефонов, если вот трошечки остановиться, мы видим, что это тоже из одного пулу, фактически, номеров И это теоретично и технично это неможливо И смотрите, Дмитрий, вот начнем просто с философского правого вопроса Если это Совет общественного контроля, значит его должны выбирать кто? Общественники, то есть граждане Если мы видим, что кто-то купил подряд несколько тысяч мобильных телефонов Также купил подряд несколько тысяч точек доступа, так называемых IP-адресов Подключения к интернету И голосовал конкретно за вот эти демократические топоры И что-то испанское Да, да, что-то испанское и ветеранов розовых трусов То есть то явное дело, что мы можем предполагать, что голосовали не люди А какие-то алгоритмы, программы, либо сидел один человек То есть для этого были потрачены деньги, ресурсы Нам сообщает НАБУ, что за тем, чтобы был порядок Следила государственная служба специальной связи и информации Ну, они, я так понял, следили за тем, чтобы никто не сделал врезку в коммуникацию А мониторинг процесса голосования осуществляет Какая-то ГО электронная демократия Кто это такие? Что это за ГО электронная демократия? И с какой стати они осуществляют мониторинг? А почему не ГО, громадская организация, рога и копыта? Почему самая электронная демократия, а не какая-то иншая ГО? Да, или ассоциация боксеров имени Кличка Вот, вот в этом и вопрос НАБУ не поясняет своего поведения Почему какая-то ГО осуществляла мониторинг? Что это за мониторинг? Имели ли они доступ к каким-то алгоритмам, каналам связи? Имели ли они какую-то инсайдерскую информацию? Почему только одна организация, вот это ГО? Почему не были приглашены, вот как на выборах обычных, другие лица к наблюдению? Непонятно. Поэтому мы этот вопрос перед НАБУ и поставили Ответ мы не получили Поскольку у нас госпожа Венедиктова Она Укррайхфюрер Райх это еще право по-немецки вроде так То есть она главный по праву Она что-то там ругала САП, НАБУ Что они не выполняют свои функции И вот мы ей дали такую точку входа И сказали, госпожа прокурорка генеральная Обратите внимание, что у вас там в хозяйстве происходит Может вы кроме болтовни в фейсбучике и в твиттере Проведете прокурорское реагирование на это И мы к ней с изложением наших проблем И проблем всего гражданского общества Написали и посмотрим теперь Венедиктова, она болтологией занимается Элоквенцией прокурорской Или все-таки действительно расследованием Ну и главное, это конечно у нас же есть Супердепартмент оф киберполис То есть киберполиция Слышали про таких? Да, они есть Эти киберполицейские Под Аваковым Занимаются расследованием подобных вещей